Здравствуйте! Тема сегодняшней лекции овцеводство. План лекции. Первый вопрос, который будет нами рассмотрен. Значение овцеводства и хозяйственно-биологические особенности овец. Второй вопрос продукции овцеводства. Далее мы рассмотрим основные породы овец, затем основные технологические операции в овцеводстве и поговорим о проблемах и перспективах развития овцеводства. Овцеводство является отраслью животноводства, занимающейся разведением овец. Дает ценные виды сырья для легкой промышленности, такие как шерсть, овчины, смушки и служат источником высокоценных продуктов питания, таких как баранина, жир, молоко. Из шкур овец выделывают шумные и меховые овчины. Большую ценность представляют шкурки и гнят, смушковых пород, из которых делают каракуль. Овечье молоко используют для изготовления сыров и кисломолочных продуктов. В мясном балансе страны на долю баранины и гнятины приходится более 10 процентов всего производимого в стране мяса. Из побочных продуктов кровь идет на приготовление кровяной муки, а субпродукты язык, почки, печень, сердце, в пищу. Из кишок изготавливают музыкальные теннисные шерстно-битные струны, оболочки для колбас, нити для сшивания ран. Из сычуга готовят некоторые лекарства, используют сыроварение. Из копыт рогов готовят костную муку и клей. Жиропод, выделенный из моечных вод, идет на изготовление ценного препарата ланолина, который используется в фармацевтической промышленности. Ткани, обработанные ланолином, защищают от радиации. Овечий навоз – это ценное удобрение в пустынных районах, используется в качестве топлива. Домашние овцы относятся к отряду парнокопытных, под отряду жвачных и семейству полорогих. Род овец – вид домашней овцы. В скобках написано определение на латинском языке. Домашние овцы были приручены 6-8 тысяч лет тому назад. На современном этапе ученые считают, что предком является европейский, азиатский, дикий баран, муфлон. Овцы относятся к классу млекопитающих. Хозяйственно-биологические особенности овец. Биологические особенности – это комплекс анатомов, физиологических свойств, определяющих способ существования животного в окружающей среде и его характерную продуктивность. Биологические свойства вырабатываются в процессе длительной эволюции, и отличаются значительной устойчивостью. Овцы – жвачное животное с четырехкамерным желудком. Эти животные очень подвижны и хорошо приспособлены к длительным переходам на горных и пустынных пастбищах. Овцы обладают сезонным характером размножения и есть породы, обладающие полиэстричностью. Суягный период продолжается в среднем 150 дней. Характеризуется хозяйственной скороспелостью. Средняя продолжительность жизни овец составляет от 12 до 15 лет, продолжительность хозяйственного использования до 7 лет. Как известно, овцы являются многоплодными. От них получают от одного, двух ягнят за одно ягнение, от отдельных пород по 2-4 ягненка. Живая масса при рождении от 2 до 6 килограмм. Овцы обладают высокой акклиматизационной способностью к разным природно-климатическим условиям. Способность жирнохмустых и курдечных овец откладывать большое количество жира в области хвоста ягодиц позволяет им существовать в условиях сухого и жаркого климата. Эти животные характеризуются хорошим зрением, слухом и обонянием. У них развит инстинкт статности в связи с чем и содержат отары. Овцы пугливы и поэтому легко подвержены влиянию стрессовых факторов. Они очень плохо переносят сырость и сквозняки. Производственная классификация овец представлена на данной схеме по типу шерстного покрова. Полутанкородные, полугрубошерстные, грубошерстные, шерстно-мясные, мясошерстные и длинношерстные. По зоологической классификации овец подразделяют по форме и длине хвоста на коротко-тощехвостые, длинно-тощехвостые, коротко-жирнохвостые, длинно-жирнохвостые и курдечные. К курдечным относятся гесарская, дельбаевская, сарджинская и другие породы. История развития овцеводства. В 1926 году было заложено начало. Общество овцевод занималось закупкой овец, организацией скрещивания. В 1930-х годах завоз зарубежных стран ценных пород овец. В 1940-х годах было и в 1950-х большое количество численности овец. Затем потеряно породное разнообразие. В 1990-х годах приведены на слайде численность поголовья и количество произведенной шерсти. Также в 1985 году и так далее. Остановимся на продукции овцеводства. Шерсть – это самый главный и важный вид продукции, получаемый от овцеводства. Наряду с мясом, конечно. Волосяной покров животных, обладающий предельными качествами или своей лачемостью, называют шерстью. Из нее изготавливают разнообразные ткани, сукна, головные уборы, ковры, отличающиеся гигиеничностью, носкостью и пользующиеся большим спросом у населения. Шерстный покров овец состоит из различных типов волокон. Пуха, кости, переходного волоса, мертвого волоса, кроющего волоса и песеги. В зависимости от входящих состав шерстного покрова волокон различают шерсть однородную, которой относятся тонкая и полутонкая, и неоднородная, грубая и полугрубая. Основные технические свойства шерсти – это танина. Одна из важнейших свойств оценки классификации. Ее определяют измерением диаметра поперечного сечения шерстинки и выражают в микрометрах единицы измерения. В производственных условиях танина однородной шерсти оценивается по 13 классам, называемым качествами. Следующая – это длина, естественная и истинная длина. Далее техническим свойствам относятся извитость, прочность, упругость, густота шерсти, цвет, блеск и жиропод. В данной таблице показана классификация однородной шерсти по толщине первой колонки класс шерсти. Далее идет толщина шерсти в микрометрах, класс шерсти и средняя толщина тоже в микрометрах. 56 класс, к примеру, имеет среднюю толщину шерсти в микрометрах от 55 до 67. А 80-го качества от 14 до 34. Пороки шерсти и меры борьбы с ними. Пороки шерсти являются следствием неполноценного кормления и содержания овец, несоблюдением правил стрижки, мечения овец, болезней и так далее. Следующие пороки – засоренность шерсти растительными примесями, потеря прочности и далее. Забазованная шерсти, изящная, чесоточная, также определение тавро, сечка, шкурка являются тоже пороками сваленной шерсти. На следующем слайде вы видите схему размещения оборудования на стригальном пункте. Начиная от отделения для стрижки овец и 9-ая у нас электростанция. Как проводится сам процесс, показано. Овчины. Следующая продукция – это шкуры, снятые с вростных овец и молодняка старше 6 месяцев. Различают три группы овчин – шубные, меховые, кожевенные. Также подразумевается под понятием обчины – это смушки, каракульча и голяк. Овечье молоко представляет собой полноценный продукт питания, отличается ценными диетическими свойствами и хорошо усваивается. В нем содержится от 6 до 8% жира, от 4,5 до 6% белка и 4,6% молочного сахара. Также минеральные соли и витамины. Энергетическая питательность 1 кг овечьего молока – 1060 ккал. Овечье молоко используется для приготовления фруинзы, сыров, также высококачественных кисломолочных продуктов и так далее. На следующем слайде показана молочная продуктивность некоторых пород овец за лактацию за сутки и процентное содержание жира. Для производства товарного молока используют овец каракульской, тушинской, албасской, цыгайской и других групп шерстных пород. Лактационный период у овец лица в среднем 4 месяца и получают от 70 до 140 кг молока. Молочность овец зависит от их породных и индивидуальных особенностей, условий кормления и содержания, возраста животных, месяца лактации и других факторов. Следующая продукция это баранина. Мясо взрослых овец называется бараниной, а ягнятина это мясо ягнят, забито в год их рождения. Мясо получают от овец всех пород, но наиболее высокой мясной продуктивностью обладают породы специализированные в мясном, мясошерстном, мясостальном направлении. Химический состав баранины. Содержание белка от 12 до 19%, жира до 37% и минеральных веществ до 0,9%. Отличительная особенность баранины невысокое содержание в жире алистерина по сравнению с говядиной и свининой. Также баранина является хорошим источником кальция и фосфора и по содержанию микроэлементов значительно превосходит другие виды мяса. Основными показателями мясной продуктивности являются предубойная живая масса, масса туши, масса внутреннего жира, убойная масса, убойный выход, категория упитанности овец, качество мяса тушь и т.д. Показатели мясности живая масса определяется взвешиванием каждого животного перед убоем, коэффициент мясности, масса туши, далее показатель мясности это убойный выход и убойная масса. В данной таблице продемонстрирован сравнительный химический состав. Мясо различных животных сельскохозяйственных Можете сравнить в левой колонке к примеру, влага баранини 67,3% а говядине 64,5% в печени барани 71,2% и т.д. Далее у нас представлены породы овец, знаменитый советский меринос, алтайская порода, асканийская, ставропольская, цыгайская, северокавказская, идельбаевская, романовская, каракульская и рассмотрены они по отдельности. К примеру, там коронные породы имеют следующие характерные особенности овец, однородную шерсть аниме 60-80. Далее длина шерсти от 7 до 9 и извитость от 6 до 8 из витков на 1 см длины волокна. Породы танкородных овец шерстного направления отличаются ситной сквозчатостью кожей на шее и частично на туловище. Благодаря этому, а также хорошей густоте шерсти и оброслости всего туловища рунной шерстью от маток настригают от 6 до 8 кг из баранов 15-18 кг шерсти. Породы танкородных овец с шерстными с нового направления отличаются более крупными размерами и меньшей складчатостью кожи. В среднем бараны имеют живую массу до 120 кг, матки до 65 кг. Полутанкородные овцы имеют специфические конституционально продуктивные особенности. В большинстве случаев они сочетают высокую миссию и шерстную продуктивность, дают однородную белую шерсть, которая более толстая, чем у мериносов. Породы с длинной полулюстровой шерстью к этой группе относятся ромни-маш, куйбышевская, русская длинношерстная, северокавказская и т.д. Характеризуются блестящей белой шерстью длиной до 18 см. короткошерстная порода характеризуются более короткой, пустой шерстью, крепкой конституции, низкими, правильно поставленными ногами, хамостью. В основном эти животные мясного направления. Полугубошерстные. Основная особенность этих овец наличие полугубой шерсти, пригодной для изготовления ковров высокого качества. Грубошерстные. Порода овец с неодородной шерстью, наличие мертвого волоса, более коротким пухом и более жесткими остеевыми волокнами, чем у полугубошерстных. Шубное направление представлено романовскими овцами в основном, и продукция таких овец шубная овчина. Кожевины по шуршному покрову не отвечают требованиям шубных овчин. Мех очень короткий, сильно засоренный, редкий, с большим количеством мертвого волоса. Далее смушковые породы, предназначенные для производства ягнячьих шкурок, используемые для выделки смушков. Мясо сальные породы. Ценная особенность этих овец отложение благоприятное по кормовым условиям запасов жира, на задней части крестца в виде подушки, называемой курдюком. Самую грубую шесть получают от овец и сарстых пород. Основные технологические операции в овцеводстве. Технология овцеводства это организация техника производства продукции, в процессе которого при помощи животных растительные и другие корма преобразуются в ценные продукты питания и сырье для промышленности. Воспроизводство стада овец. Половая зрелость это биологическое свойство овец, обусловленное породными особенностями, уровнем кормления и другими факторами внешней среды. У скороспелых овец, мясо-шерстных и некоторых других пород половая зрелость наступает значительно раньше, чем у позднеспелых. Кормление овцам дают корма растительного животного и промышленного производства. Зеленая корма, сено, сила, сенаж, травяная мука, корма животного и минеральные вещества. В конце презентации представлена литература. На этом лекция окончена. Спасибо за внимание.